Жены Слуцкого, поэта Бориса Слуцкого, Татьяны Дашевской, не стало в феврале 1977 года. Она умерла от неизлечимого заболевания крови, болела долго, и ее уход Слуцкий, воин по духу, по природе своей, настоящий комиссар, принял как личное поражение, как свою личную вину. Ну, это было неправильно, это вообще чувство, такое чувство вины от утраты близкого человека, оно естественно, но, так сказать, непродуктивно, но в данном случае оно было и несправедливо по отношению к Слуцкого, потому что он сделал не просто все, что мог, а, наверное, больше, чем мог, чтобы продлить ее жизнь. Даже пользуясь своим положением известного поэта, он вывозил ее за границу на лечение, так что, как вы понимаете, в 70-е годы было почти невозможно. Детей у них не было, он остался совсем один, и за неполные три месяца после ее смерти, февраль-март-апрель 1977 года, написал 80 стихотворений. В среднем по одному в день. И сошел с ума. Ну, простите мне такую залихватскую формулировку, но, по сути, так оно и произошло. Потом он стал частым пациентом специальных лечебниц, прожил еще 9 лет в состоянии очень угнетенного духа и не написал больше ни строки. И вот, когда разбирали оставшиеся после него бумаги, нашли эту тетрадь с последними стихами, эти стихи написаны без помарок, набила. Слуцкий оставил нам их, ну, как дневник, что ли, как дневник борьбы. И сначала с горем, потом с подступающей болезнью в этих стихах. Все это видно. Слуцкий не победил в этой борьбе. Наверное, это было выше его сил. Это было невозможно. Но он боролся до конца. Как настоящий воин с оружием в руках, и пока мог держать перо свое оружие, он не сдавался. Поэтому мне кажется, когда я читаю эти стихи, это такой памятник экзистенциальный, памятник человеческому духу, величию его. Конечно, 80 стихотворений я вам не прочту, но 20 прочту. Они короткие. Это не займет у нас много времени, но потребует некоторых от нас душевных сил. Я был кругом виноват, а Таня мне все же нежно сказала «Прости». Почти в последней точке скитания, по долгому мучающему пути, преодолевая страшную связь больничной койки и бедного тела, она мучительно приподнялась. «Прощение» попросить захотела, а я ничего не видел кругом, слеза горела, не перегорала, поскольку был виноват кругом, и я был жив, а она умирала. Человек живет только раз, приличие соблюсти приходится только раз. Жить нетрудно и неуместно величие подготовленных ложно-классических фраз. И когда на исходе последнего дня не попали иглой в ее бедную вену, Таня просто сказала и обыкновенно «Все против меня». Каждое утро вставал и радовался, как ты добра, как ты хороша, как в небольшом достижимом радиусе дышит твоя душа. Ночью по нескольку раз прислушивался, спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль. Не было в длинной жизни лучшего, чем эти жалость, страх, любовь. Чем только мог с судьбой рассчитывался, лишь бы не газ язычок огня, лишь бы еще оставался и числился, лился, как прежде твой свет на меня. Небольшая синица была в руках, небольшая была синица, небольшая синяя птица. Улетел, оставив меня в дураках, улетел, оставив меня одного в изумлении, печали и гневе. Не оставив мне ничего, ничего. И теперь с журавлями в небе. То, что было вверено, доверено, выпускать из рук невелено, вдруг выпустил из рук звук, прервали свет потух. То, что было на меня записано, отчего вся жизнь моя зависела, отлетела, легкая, как пух, улетела, тихо, как душа, имя, что душа моя вытверживала, то, что на плаву меня поддерживала до конца, даже чуть-чуть дыша. Мужья со своими делами, нервами, чувством долга, чувством вины должны умирать первыми. Первыми, вторыми они умирать не должны. Жены должны стареть понемногу, хоть до столетних, дойдя рубежей, изредка, впрочем, снова и снова, вспоминая своих мужей. Ты не должна была делать так, как ты сделала. Ты не должна была. С доброй улыбкой на устах жить ты должна была. Долго должна была жить до старости, до седины. Жены обязаны и должны, делая в доме свои дела, чьи-нибудь сердца разбивая, или даже была-не была, чарку в память мужей распивая. Мне легче представить тебя в огне, чем в земле. Мне легче взвалить на твои некрепкие плечи летучий, легкий, вскипающий груз огня, как ты бы сделала для меня. Мы слишком срослись. Я не откажусь от желания сжимать, обнимать негасимую светлость, пылание и пламени легкий летучий полет, чем лед. Останься огнем, теплотою и светом, а я, как могу, помогу тебе в этом. Мой товарищ сквозь эту потерю прошел лет пятнадцать назад, и он вспомнил, как выход нашел. Телевизор купи, говорит. Телевизор. И сиди вечерами, вперив в него взор, словно ты в доме отдыха ревизор или провинциальный провизор. Я с момента изобретения телевидение не люблю. Тем не менее, тем не менее, телевизор я вскоре куплю. Потому что, как ни взгляну, все четыре программы полезны, Чтоб засыпать образовавшуюся бездну и заполнить установившуюся тишину. Кучка праха, горстка пепла, всыпанные в черепок, Все оглохло и ослепло, обессилен, изнемог, Непомерную расплатой за какой-то малый грех, Свет погасший, мир разъятый, заносящий душу снег. Страшно сохнет во рту, Рот как вяленый, полнедели как нежитье, Сбитый с ног, сшибленный, сваленный, Получаю свое, получаю все, Что положено за свое персональное зло. Так хотелось, чтоб по-хорошему, Но не вышло. Нет, не прошло. Не тристии, а жалобы, И вспомнить не мешало бы, Что за стеной соседи С работы устают, И сетования эти поспать им не дают. Не тристии, а стоны пронзительного тона, Не тристии, а скрежеты, мешающие всем, И я себе пореже, Ты стони, Когда совсем сдержать не можешь стона, Тогда только стони, Не повышая тона, И долго не тяни. Шел я по улице и менялся, Кто бы навстречу мне не попадался, Чем я менялся? Просто судьбой переставая быть собой. Я воплощался в девчонку с косичкой, Рыжую проскользнувшей лисичкой, И в пьяноватого старика, Пусть качавшегося слегка, В пенсионера и в пионера, В молодцеватого милиционера, В миллионера я тоже бы смог, Чуть поднатужившись, воплотиться. Но он скользнул серебристой платицей, Бросив колечком сигарный дымок. С кем не сменялся бы я? Я выгадал. Кто бы не сменялся со мной, Прогадал. Вот почему эти менки я выдумал, Я приплатил бы. И много бы дал за перемену, Судьбу перемену. Много бы я приплатил пионеру. Но пионер не захотел, Пенсионер не захотел, Не показался обмен подходящим, Ни проезжающим, ни проходящим. Все оставались самими собой, Я оставался с моею судьбой. Отбиваюсь от мысли о смерти, Не отстанет теперь до смерти, До последнего самого дня, До смерти одолеет меня. То листвой золотой листопада, С ног сшибает она до упада, То пургой заметет, как зима, То предстанет открыто, Сама, каждой точкой, Каждой развязкой, Каждой топью холодной и вязкой, Беспощадная, словно война, На себя намекает она. Тем не менее, с солнечным светом, На вопросы немедля ответом, Круглосуточным тяжким трудом От нее отбиваюсь. С трудом я ее словно мяч отбиваю, Вскачь в стремглав, В попыхах забываю, Отгоню или хоть отложу, И по нормам бессмертия пишу. Те стихи, что вынашивались, Словно дитя, Ныне словно выстреливаются, Вихрем проносятся и уносятся вдаль, И столетия спустя Из какого-то дальнего века Доносятся. Не уменьшилось время мое, Хоть пружин часовых Перержавило предостаточно. Не уменьшился срок Мой последний, остаточный, Изменился порядок его И режим. В месяцы я укладываю года, В вечности я в мгновенье Настойчиво вталкиваю И пишу набело, Больше не перетакиваю. Так и будет, Может быть, даже всегда. Господи, Больше не нужно, Господи, Хватит с меня, Хлопотно и недужно День изо дня, Если ты предупреждаешь, Я уже предупрежден, Если ты угрожаешь, Я испугался уже, Господи, Неужели я лишь для страха рожден, Холодно мне И суетно На роковом рубеже. Все-таки многоначалье Больше надежды дает, Проще спасти свою душу И уберечь свою плоть, Чем если молотом тяжким Судьбы не молчь накует, Не подлежащий обжалованию, Единосущный Господь, Но никуда не денешься, Падаешь, словно денежка, В кружке церковной звеня. Боже, Помилуй меня. Мне показалось, Что кто-то стучится, В дверь или в душу Понять я не мог, Тотчас я встал И пошел за порог, Пусто, И только вселенная Мчится, Мчится, Стремглав, И сбивается с ног, Звезды, Сшибаясь на страшных рысях, Вдруг издают глуховатые звуки, Или планеты скрипят на осях, Или по данным последним науке Что-нибудь как-нибудь так или сяк. Все-таки это, наверное, Не в небе, Все-таки это, наверное, В душе. Кто-то стоит На моем рубеже И осторожно, В печали и гневе Тихо и грозно стучится Уже. Это как Жанны Дарк Голоса Определяют, Напоминают, Будто бы тихо И грозно роняют Капли Не на земь В тебя Небеса Или листву Отрисают Леса. Я на холодном Крыльце Постою, Противоставлю Молчание Вселенной Шороху, Шуму, Обвалу Велений, Что завалили Душу мою, Вспомню, Запомню И не утою, Как он пришел, Этот шелест И шепот, Перерастающий В гул Или гром, Как упразднил Весь мой Жизненный Опыт, Что за вопросы Поставил Ребро. К пересмотру Военной Истории Я напомню Вам, Что эти стихи Написаны В 1977 году. Сгинь, Умри, Сводя Во гневе Брови, Требуют Не нюхавшие Крови Устоявших По плечи В крови. Сгинь, Умри, И больше Не живи, Воевал Ты, Да не так, Не эдак, Как Суворов, Твой великий Предок, Совмещавший С милосердием Пыл, И Кутузов Гениальней Был, Ты нарушил Правила Морали, Все, Что ты Разрушил, Не пора ли Провежон Взыскать, И до рубля Носит же Таких Сыра земля. Слушают Тоскливо Ветераны, Что они Злодеи И тираны, И что надо Наказать Порок, И что надо Преподать Урок. Думают Они, Что в самом Деле Сгречане Не доглядели И не Доучли В пылу А так, Что не Эдак Надо Быть, Не так. Впрочем, Перетакивать Не будем. А Сыра земля По сердцу Людям, Что в манере Рут Или Корней Года По четыре Жили В ней. Хорошо Было На войне, Тепло По весне, Морозно Зимой, Это, Кажется, Безвозвратно Прошло, Только я Вернулся Домой. Хорошо Было На войне, Держись До конца Отступать Не смей И жизнь На войне Настоящая Жизнь И смерть Настоящая Смерть Хорошо Было На войне. С тех пор Так прекрасно Не было Мне, Подводя Итог, Я до сути Допер. Хорошо Было На войне. Господи, Федор Михайлович, Я ошибался, Грешил, Грешен Я самую Малость, Но Повиниться Решил. Господи, Лев Николаевич, Нищий Бессовестен Я, Мне б Только Радость И славить Блеск Твоего Бытия. Боже, Владимир Владимирович, Я отвратительней Всех, Словом Скажу Твоим Вымучь, Вынь Из меня Этот грех. Трудно Мне с вами И не о чем. Строгие Вы, Господа. Вот С Александром Сергеевичем Проще И грех Не беда. 22 апреля 77 года Эта дата стоит Под последним стихотворением Бориса Слуцкого. Вот с этими словами Он как поэт Покинул наш мир. Читая Параллельно Много книг Ко многим Я источникам Приник Захлебываясь И не утираясь Из многих Рек Одновременно Пью Алчбу Неутолимую Мою Всю жизнь Насытить Тщетно Я стараюсь Уйду Не дочитав Держа В руке Легчайший Томик Но Невдалеке Пять-шесть Других Рассыплю Сочинений Надеюсь Что последние Слова Которые Расслышу Я едва Мне Пушкинский Нашепчет Светлый Гений Вот такие Спасибо.